Делом жизни Александра Михайловича Авдеева стал Липецкий тракторный завод. Он прошел здесь путь от ученика-слесаря до одного из заместителей генерального директора. Завод по решению правительства начали строить в самый разгар войны, в 43-м году. Пропашные трактора были нужны и срочно для работы на полях районов, освобожденных от фашистов. Строительство тракторного завода во время войны казалось невероятным. Рабочий класс-то формировался из вот этих детей войны. Это подростки, которые вот из села приходили, они, ну, сами по себе, по возрасту еще были детками, которые ничего не видели, кроме мамы, папы. Коровы дома у всех была и лошадь в колхозе. Все. А тут вдруг город, вдруг поселили в общежитие, а в общежитии тесно было, двухъярусные нары были, где они спали. Кормить особо тоже не разбежишься. Скромно было, но, значит, давали карточки тут им и так далее. И вот они, они, будучи вот такими устремленными, им сказали, надо строить завод, надо, чтобы мы уже сразу давали хлеб и себе, и фронту. Вот как сделаем, и сразу хлеб, чтобы был. Никто не переспрашивал, никто никуда не убегал, не дезертировал. Все работали. Работали здесь. И как они были довольны, когда их труд, труд вот этих деток, детки, это одни детки, взрослыми были, только специалисты их со всей страны присылали. Ну, вот такие, как Иванищий, он бригадир, он уже, ему был 16-17 лет, он в этом возрасте был. А все остальные детки, которые глядели на этих и слушали, что они им говорят. И вдруг труд ихний увенчался успехом, когда 1 июня 44-го года был выпущен первый трактор «Кировец-35». Назывался этот первый трактор. Это было большое ликование. И как бы тяжело ни было, неимоверно тяжело, но год увенчался тем, что 25 вот таких машин первых были сделаны. Бригада юного Василия Иванищева была на заводе первой фронтовой. Почему фронтовые? Потому что весь народ в то время, и я уже хоть был совсем еще таким, будем говорить, маленьким, но этот дух витал, он витал кругом и дома, и вот кто на работе, был и в колхозе, в воздухе. Фронт, фронт, фронт. И как там, когда наши дойдут до Берлина, так все говорили, мужчины и женщины, когда дойдут. И самое, значит, пожалуй, почетное было название кому-то, чему-то, это фронтовое. Слово такое, оно было очень почетным и очень желанным, потому что, как люди понимали, организованнее и преданнее нет, чем фронтовой коллектив. И вот это перенеслось на бригады. Из 97-65 были удостоены такого. Следующая задача – отлаживать производство, осваивать оборудование. На заводе открываются школы по обучению наладчиков, монтажников, слесарей, ремонтников, и строительство цехов продолжалось. А народ, вот он взрослел, вы понимаете, вот такой переход интересный, он такой последовательный. Вот они были вчера детьми, детьми войны, пришли только в 43-м году, почти на чистое поле. Ихними руками построены цеха, какие были на тот момент построены. Ихними руками были затянуты вот станки первые. И они первые их смонтировали там, а всего-то 4 260 единиц было смонтировано. И они видели, как бы, плоды своего труда, ощущали себя уже повзрослевшими и шли далее. Из них уже были и станочники переходили, хорошими станочниками, и наладчиками, кто со станками имел дело. И просто токарь, слесарь и фрезеровщик. Это тоже было приятно, это такое взросление было поэтапное. Ну, а, значит, завод расширялся. Вообще работать на совесть для этого поколения было естественным делом. Уберегли страну и поднимали ее все вместе. Год от года брали все новые и новые высоты. И был такой в истории нашего завода случай, когда мы, как я сейчас помню, 14 кварталов подряд, кварталов 3 месяца, во внутриминистерском соревновании одерживали первые места. А за первое место поролись, почему? Деньги шли на развитие производства и отчислялось на строительство жилья. Завод стал мощным, крупнейшим заводом в центральном черноземе, так он именовался. И выпуск тракторов в год был 50 тысяч не менее. 50 тысяч тракторов в год. Коллектив стал, уже называли многотысячный, 20 тысяч на заводе работал людей. Это уже не общежитие, двухъярусные койки, это нужны были квартиры. Но в 1956 году люди сами договорились между собой, одобрило руководство и развелась на заводе так называемая коллективная стройка. С участием очередников строили. И буквально за три недели от фундамента до крыши доходили. Детские сады построили на 116 мест детсад, всего их стало 18. И мы первыми, мы, Липецкий трактный завод, первыми сняли нуждаемость в детских местах, в детских учреждениях. Но мы нос не задирали, а шли дальше.